Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые слушатели! И также Айвар Гонтарев, ну вот, можно сказать, бывший председатель правления Ригас-Наму-Парвалднекса, ну и вот, может быть, мы сегодня, кстати, поговорим, какая жизнь после, вот, с учетом накопленного опыта. Доброе утро у нас. Добрый день. Есть ли жизнь после РНП? Да, РНП, да. И вот у нас в прошлой программе был звонок, там очень переживал, человек хотел с вами лично встретиться, как-то переговорить, вот, объяснить свою проблему. Удалось ли, удалось ли вот закрыть этот гештальт? Да, гештальт закрыли. Клиент позвонил, созвонился, очень хотел, что, ну, я как-то привык во время РНП тоже работать все в электронной среде, говорю, пришлите мне, засканируйте документы, все, говорит, нет, пожалуйста, приедите, на месте все разберемся. Ну, поскольку я сейчас временем после РНП, у меня времени много, тогда приехал на место, посмотрели, что и как происходит у них там во дворе, ну, да, там ситуация с дорогой печальная, у них по бумагам действительно, они провели своего рода такую закупку и опрос, там, скажем так, просто была асфальтная дорога и выбитые ямы, да, там, ну, они просто, им надоело, поскольку каждый день они ездят по этой дороге, тогда жителям надоело это все, они просто ищут решение, как эту проблему решить, да, и все полномочное у них есть, да, но там такие интересные вещи еще открылись, что сосед, у кого частный дом, он почти метров где-то так на скидку 5-7 зашел на их территории, поставил забор, и из-за этого как бы живет, там, лет, наверное, 20-30 люди за это платят налог, он им, этот частник, им не платит никакую аренду и плату, с другой стороны, там, двора, баня тоже, которая выстроенная на земле этого жилого дома, та тоже, которая не платит никакую аренду, и тогда, скажем так, и то, что я им посоветовал, я им просто выслал документы на регистрацию бедрыбы, потому что у них у полномочной персоны уже есть, и тогда, как бы, с таким же решением передать все эти права бедрыбы, почему? для того, чтобы уже взыскивать аренную плату с тех объектов, которые находятся там, потому что они никаким образом не являются как отягощением в земельной книге, ну, как мы знаем, например, в Адварах бывает там какие-то трав, флат в энергии и так далее, но с них ты не возьмешь аренную плату, а там чистые частные объекты недвижимости, за которые, в принципе, готовы платить аренную плату. Но в рамках того, что есть большое РМП, которое, ну, не настолько, скажем так, эластичное, им это не удастся, ну, обслуживание может оставаться под РМП, но они могут создать вот между собой уже товарищество, напомню, что товарищество можно создать всего лишь двое людей, да, из дома, и решать эти вопросы аренды, потому что это деньги, которые будут приходить в накопительный счет дома, и потом они уже и сами будут решать там, куда эти деньги тратить, вот на дорогу или еще куда-то, да, так что, да, встреча была, было интересно встретиться и посмотреть, насколько активные люди, как они решают свои ежедневные вопросы. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, можно звонить, задавать вопросы, пожалуйста, доброе утро, ваш вопрос. Мой вопрос, вы знаете, Кенгара с нами нас очень беспокоит, уже под руководством господина Трожкова мы устали от его вранья, если у нас какая-то авария в доме, это куча переписок, это длится месяцами, ну, ладно, сейчас не об этом вопрос, дворник у нас вообще ходит в отпуск, когда хочет и чего хочет, и за себя она якобы в отпуске, но это прогулы, за себя оставляет бомжей, вы можете представить, это вообще все бомжи, тем гораздо у нас в доме переработали, плюс она оставляет ключи от наших подъездах, мы с трудом поставили железные двери, потому что, сами знаете, как жильцы не все были согласны, всем жалко денег, но мы поставили на свои деньги, и теперь эти ключи неизвестно у кого, у этих бомжей, плюс она занимает, открываешь, выходишь, перед тобой стоит бомж, не то что бомж, там вообще, там страшно, это зомби какой-то, и я стала жаловаться бригадирам, что у нас воняет мочой, так нам пришлось камеры поставить специальное слежение, чтобы мы могли убедиться, каждое утро в 6 открывалась дверь, и за то, что мы жаловались, нам на ковер перед дверью выливалась моча, вы можете представить, просто вредительство, а сейчас она ушла в отпуск, якобы в отпуск, вообще она числится на работе, на две недели, это вообще, что это такое творится, у нас что, уже коммунист, а то я как не знаю, что это такое, ну вроде бы Хрущев все стремился, стремился, а теперь мы построили, что, как говорят, с нами под руководством, Вячеслава Тарашкова может делать все, что хочет, за что мы платим деньги, это же просто кошмар какой-то, дворник, это просто министр, если бы вы видели, как она строит этих банджей, она просто начальник какой-то, ну теперь уже банджей она разогнала, ей помогает дурачок с нашего дома, ну он больной чесоткой, мы, я, ну сейчас он на улице, но я не уверена, что завтра он не будет все подъезды мыть, ему покажи одну копейку, он за копейку удавится, хотя у него и пенсия хорошая, и доставка хорошая, от него уже родственники все откатались, потому что вообще удавится за копейку, а она наглая, бесстыжая, всех нас обзывает, кого обзывает профессора, профессора медицины, она вообще, это кто, звонишь кенгарак с нами, они сразу, какая квартира звонит, мадам, не твое дело, какая квартира, все квартиры ей говоришь, принимайте заказ и сообщайте, какая, что у нас случилось, ликвидируйте, мы в этом году, слушайте, Новый год встречали в дерьме, у нас в обзоре канализация и весь подвал затопило дерьмом, и не хрен встречал, нет, они приехали по вызову, это 30 декабря, все уже нарядные, все в форме Деда Мороза, поулыбались, посмотрели и уехали, и мы вон на весь подъезд, вообще, это кошмар, все бросили и уехали, и потом эта переписка длилась два месяца, там дистанцию указала ликвидировать, они им отписали, что они все сделали, что они не соображают, что мы все видим, что люди у нас и собачники, да просто пенсионеры, гуляют, видят, что была сам обработка подвала или нет, мы сами все это засыпали дерьмо, никто, а теперь это надо все вывозить, но они считают, что это не надо, все засыпали бетоном, ладно, пусть свой стоит, слушайте, есть какая-то управа на этих генгарах с нами, это невозможно, мы же платим деньги, мы же не просим что-то сверхъестественное, мы же просим, пожалуйста, люди, работайте как надо, ну давайте на ваше место сяду я, а вы идите отдыхаете, никому не сообщая, что вы в отпуске, да и получайте зарплату как положено, а мне, ну да, 5 евриков дайте, и я скажу, все, спасибо, сойдет, very much, ну что же это такое, господа, ну надо же какое-то, слушайте, выполнять элементарную работу свою, спасибо, да, такой монолог очень был, не знаю, очень трудно комментировать, по-моему, все сказано уже до конца, поотмечу несколько моментов, первый, это классический случай отсутствия коммуникации, нормально, между клиентом и управляющим, и может быть, именно отсутствие коммуникации, отсутствие желания услышать клиента, оно и порождает такую ситуацию, в первую очередь, второе, насчет того, что куда пожаловаться, некуда, давайте говорить сразу, некуда, у нас нет ни одной инстанции, которая могла бы рассмотреть подобного рода спор, и вообще, честно говоря, вот так вот слушал и думаю, а как вообще грамотно, юридически, можно ли зафиксировать вообще вот это все, то есть на самом деле, предполагается, что у нас между клиентом и домоуправлением есть юридические какие-то отношения, а вот как этот весь спор перевести в юридическую плоскость, зафиксировать, что дворник не убирал, убирал, что убрали там в подвале, да, после последствия, убрали вовремя, не вовремя, вообще, как это происходило, вот здесь, я думаю, радиослушательность подняла очень много вопросов, на которые нужно, иметь какие-то ответы, потому что любая доказательная база, ну, я столкнулся, я извиняюсь, с параллельной проблемой сейчас, компания, которая обслуживает нас по вывозу мусора, она начала завышать объемы вывозимого крупногабаритного мусора, то есть просто пишут от головы, я уже пустил слежку за машинами, мы уже снимаем на фото, мы снимаем на видео, как это все грузится, какие объемы, с той стороны бесполезно, а у нас GPS показывает, что машина у вас была, шофер сказал, что это было, скажем, 6 кубов, неважно, что это был такой вот ящичек маленький, точно так же и здесь, здесь это отсутствие коммуникации, раз, отсутствие, ну, и то, о чем мы постоянно говорим, и на что обращаем внимание, по всей видимости, ваше отношение не строится к отношению клиента и исполнителя, а строится по отношению мы вам что-то делаем, будьте рады этому, ну, это вот классическая схема незавершенно одна. Что можно посоветовать в такой ситуации сменить? То, что позитивное, я услышал без такого крика ситуации, как такого, что человек сказал в конце, что, ну, давайте я место на место вас сяду и дайте мне 5 евро, я там буду решать эти вопросы, тогда нужно это и делать, нужно перенимать дом на себя и дальше уже выдвигать свои среды старших или ответственных по дому и решать эти вопросы, потому что, если дом не перенят, в принципе, есть один вариант, то, что, то, что вот сейчас будет РНП выслать вам сметы на следующий год и у вас есть возможность собраться и отказаться от функции уборки и тогда перенять уборку сами, но это не самый лучший, не лучший вариант, лучший вариант все же собраться и перенять дом на себя и тогда вы сами можете делегировать какую-то часть функции РНП, какую-то часть функции сделать сами или доверять кому-то другому, да, например, набирать дворника, выбирать дворника сами, да, и так далее, так что, здесь, во-первых, это то, что мы говорим с первой передачи, чтобы вы более смогли говорить с всеми задействованными лицами в обслуживании вашего дома наравне, вы должны завершить приватизацию, то есть, перенять дом на себя, это простая процедура, занимает всего лишь две недели, У нас продолжаются звонки, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Ну, как перейти в другую вообще обслуживающую организацию? Смотрите, 152 квартиры, 152 владельца, да, из них 126 владельца не платят за квартиру и не участвуют в обходящении этой собственности, то есть, там, аптая какая-то проходит, или собрание, 126 квартир не платят и не участвуют в течение 10 лет. Не платят куда, я хочу спросить? Не платят за квартиру. Никому? Никому. И у вас есть вода, свет, у вас есть тепло? Да, 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 да. Какой адрес, я просто, если это РМП, я не помню такого случая, чтобы... Ренсенов 40. А, Ренсенов 40, знаю, знаю этот дом. Да, да, вот так, ну, и так мы перейдем. Ну, смешно просто, ну, ну, вопрос заключается, по-моему, в другом. Этот дом я знаю, и при том, этот дом сам перешел в РМП. Сам. Ну, правильно. То есть, тогда они смогли набрать голоса, и здесь тоже самое, я помню, меня тоже там жаловались про, про голосование, потому что этот дом был как бы отреновирован, это не исторический дом, скажем так, жилой, он такого... Нет, так я не слышу, что делать в этой ситуации. Решение какое? Ну, решение, решение в вашем случае оставаться под РМП, потому что, ну, столько, столько должников, ну, ни одной частной компании, наверное, не будет задать. Неймани, новый уже, да, руководитель. Да. Что он предлагает одного из двух вариантов по поводу опять должников? Создать фонд. А фонд кто будет платить? То есть, я буду опять фонд платить за соседа этого, Дайниса и Яниса? Ну, слушайте, руки чешут. Ну, наверное, все же, все же думаю, что можно сделать в вашем случае, если у вас столько много должников, вам все же нужно на ускоренный взыск. Уголовную статью введите, и увидите. Введите, я не знаю, зачем уголовную статью на сегодняшний день. Если ты работаешь с должниками, то это не вопрос. Сегодня очень, ну, достаточно просто взыскать долги. Если вопрос не запущенный, долги не превышают. Не еще, не еще, уже суды были. Судебный пристав приходит, у него все в конверте выплачивают. Все, ну, а квартира-то есть. Я прошу прощения, а квартира тоже не его? Нет. Банка или там, я не знаю. Ну, это тогда уходит на аукцион, там, это вопрос, я могу сказать так, что очень трудно решать вопрос со старыми долгами, с новыми долгами, которые накопились за последние три года, решить вопрос можно. Тут надо просто его решать. Там и новые, и старые, семьдесят восемь тысяч. Ну, опять-таки, я повторяю, старые, это есть там свои проблемы. А с новыми, это не вопрос. А главное для вашего дома на сегодняшний день найти такую формулу сотрудничества с управляющей компанией. Как я понял, Айвера, вы сами уже переняли дом на управление и сами пришли в РНП. Да. То есть, сейчас настоять, чтобы РНП расчистила и восстановила текущий платежный поток. Ну, куда писать еще? Я уже... А некуда писать. Я объясню. Некуда писать. Писать некуда. Я объясню. Я объясню. Ситуация. Там был в свое время отреновирован дом, типа общежития, что-то такое возле там. Что-то взводит РНП. И там очень много маленьких квартир. Из этого вот такое количество большое. и действительно они там распродавались за сравнительно маленькую цену. Из этого контингент, который туда попадал, он не всегда был платежеспособный. На данный момент, да, если там настолько накопленные долги, что можно сделать? По историческим событиям РНП всегда погашает долг текущего отопительного сезона. Всегда. То есть в этом году то, что мы слышали 2,6 миллиона, которые были погашены, это был долг за прошлый отопительный сезон. Что это значит по конкретному дому и по ситуации вообще? Это значит, что все долги, которые остались в прошлом, они остались в принципе в прошлом. С этими долгами РНП будет бороться, будет поднимать иск и так далее. По отношению к поставщикам у этого дома конкретного, у него нет настолько большого риска. И раз они могли собраться один раз, они смогут собраться и второй раз. И здесь два варианта. Или жаловаться и ничего не делать, или же собраться, выбрать, скажем так, компанию или алгоритм, которые могут быстро поднимать иск и быстро бороться именно с текущими долгами. Потому что прошлые долги, которые большие накопленные, которые мы услышали цифру 78 тысяч, они останутся. Они останутся в долгом судопроизводстве и так далее. Но сейчас важно, важно, очень важно все внимание именно уделять текущим долгам, чтобы их не запускать. В принципе, наверное, не меняя ничего, вдруг РНП не начнет в десятикратном объеме поднимать иск в этом доме, потому что домов очень много. Здесь нужен все же индивиданный подход, очень тщательно работать с теми должниками, которые сейчас появляются, и тогда все люди в доме и поймут, если так быстро и оперативно все дела делаются по долгам, значит, что-то поменялось и больше не платить нельзя было. Просто это так же, как и в частном бизнесе, когда ты удивляешься, почему тебе кто-то не заплатил, значит, ты сам не требовал, что это делать. То есть, частного бизнеса не меня поймут, что там даже есть указание бухгалтерам, пока этот не позвонит, не плати. Здесь то же самое, люди же чувствуют, если у них нет никакого рода действий с точки зрения обслуживающей компании, они могут не платить, а давай, ну, забыли один месяц заплатить, но не получилось, но ничего же не произошло. Ну, второй месяц тоже ничего не произошло, но третий. Это как привычка уже. И если там, это где, в реальности это привычка всей, к сожалению, всей коммунальной сферы, что оплачивает за все счета, а коммунальность остается на последнее. И здесь эта привычка просто явная, ее нужно менять, ее нужно менять. Но тут соотношение 126 не платит и 26 квартир платит, то есть, такое достаточно много. это так, это так, Сергей не даст соврать, это, скажем так, если смотришь всегда на дисциплину дома, тогда ты видишь, что есть так называемые долгие должны, должны старые, потом есть средние и оперативные, всегда в доме есть оперативные должники, это не нужно так смотреть. Да, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Тогда берем следующий звонок, доброе. Доброе утро. Да, пожалуйста. Я звоню Брейба, 162, корпус 2, на счет лифта. У нас они отключили 8 месяцев назад, мы были у юристов и в домоуправлении, никто ничего не делает. У нашем доме большой дом, нам отключили два подъезда, и мы не знаем больше, что делать. Что с этими лифтами? 8 месяцев, вы представляете, мы живем на седьмом этаже и с вещами, и с продуктами, это какой-то ужас. У нас пожилые люди тоже не могут выйти на улицу. Спасибо, да. Что делать? Я знаю, я слежу за этой ситуацией, ситуация червота, это тем, что там возбуждено криминальное дело насчет лифтов, насчет обслуживания лифтов, и почему-то есть решение заморозить счета этого исполнителя. Из-за этого фактически ни РМП, ни исполнители ничего не могут делать. Ничего. То, что делало РМП, я просто следил в медиах по их сообщениям, они говорили, что они создают сейчас одну закупку, одна оправдилась, потом вторую закупку, она чем-то закончилась и так далее. сейчас уже, наверное, нужно оперативно коммуницировать с РМП и понять, когда именно их лифт будет отремонтирован, поскольку по последним сводкам все же был один из претендентов, выбрал, который обещал в течение нескольких месяцев справиться со всеми лифтами, которые есть. здесь та же самая ситуация, в принципе, в такой ситуации нужно было собираться, перенимать дом или выдвигать свои среды лица. А, передать почему? Потому, что пока дом не перенят, нельзя передавать обслуживание лифта другой компании. здесь юридическая такая, как лама, получается, что люди зашли в тупик. То, что меня удивляет, я думаю, все же обслуживание лифта нельзя передавать, но ремонт лифта и аварийный ремонт лифта все же люди вправе были собираться самовыдвигать свои среды уполномоченных лиц и говорить РНП уже на юридическом языке, скажем так, вот мы выбрали, мы нашли, потому что не единственный поставщик лифтов есть в Риге, в Латвии, да, и решить этот вопрос, я просто удивляюсь терпению людей, если 8 месяцев не работает и все что ждут. Я хочу добавить один момент такой, меня очень тревожит вообще вопрос о лифтах по одной простой причине, наверное, 99% лифтов установленных в многоквартирных домах это производство Белоруссии, Могилев, и так, не хочу быть плохим пророком, но если мы уже с поездами получили по санкциям, то что у нас в Латвии решилось основных внутренних поездов, то точно так же мы можем с Могилевым залететь. Картина вырисовывается неприятно. Потому что там лифты сейчас держатся только на постахах запчастей из Могилева. Так, у нас кто-то дозванивался, дозванивался и поставил на автодозвон. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефон на нашей студии, можно также, конечно, писать нам на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, программа «Добро пожаловаться», и в нашей студии председатель правления Товеричества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и бывший председатель правления Рига Снаму Парвалдникс Айварс Негонтарев. Так что ваши вопросы, ваши ситуации вы можете изложить в прямом эфире и получить консультацию. Здравствуйте. Кто-то хочет продать свою услугу, может быть. Ну, если еще коснуться лифтов, то, конечно, это очень сложная ситуация, потому что, насколько я понимаю, новые требования мы можем сейчас в основном обходиться только ремонтом лифтов и кабин, поскольку по новым требованиям если ставишь новый лифт, то нужно делать новые проемы двери и нужно делать размер кабинной шахты, он должен поменяться, а его некуда. Тут очень большая проблема с лифтами вообще может предстоять. Технологически, да, потому что проем такой у нас есть. Потому что там сейчас новые правила, чтобы коляска могла заехать и так далее, и по факту получается, что некуда расширять эту кабину. И пока выходили из положения при помощи замены и определенных ухищевений существующими лифтами могилевскими. Ведь лифт это достаточно вечное сооружение. Если вовремя менять по частям и производить ремонт, это он может работать сотними лет. Никакой проблемы особенной нет. Ну да, мы видим, что, например, в центре города там старые дома, и если там установлен лифт, то понятно, ну, видно, что это конструкции явно там очень старые, тем не менее, все прекрасно. Ну, что там, там принципиально, это же банальное устройство, лебедка, рельсы и каретка, по которой, ну, нас направлено управляющие, и все. А там кабина, это уже обшивка, это уже такой дизайн. Так что... Ну, что... Нет, нас продолжают испытывать наше терпение, но тем не менее, вот у нас пришло еще сообщение в связи с повышением минималки до 500 евро. Евро поднимется ли стоимость обслуживания домов? Насколько? Конечно. Давайте еще раз, вот я всем радиослушателям хочу сказать, что работа домоуправления это специфическая вещь, домоуправление не обладает основными фондами производственными мощностями и так далее. Это чисто структура, которая оказывает физические... услуги физического труда, скажем так, начиная... То есть, это дворники, это сантехники, это рабочие разных специальностей, и это специалисты. Там нету места для такого, как классического соотношения на производстве. Там производство, значит, это значит определенная часть исходные материалы, станки, оборудования, здания и сооружения, и потом только рабочая сила. У нас рабочая сила плюс очень маленькие элементы от зданий и сооружений и так далее. Единственное, что поддается на сегодняшний день автоматизации, это в основном и достаточно хорошо это процессы бухгалтерского учета и финансового учета, это легко поддается. Автоматизации это уже, по-моему, основные возможности исчерпаны, минимизация этих затрат. В какой-то степени некоторые процессы управления, но это для больших компаний. А все остальное это труд. Это первое. Второе, мы все завязаны на то, что мы сегодня определили, что для уборки дома, допустим, такой-то площади с такой-то прилегающей территорией, нужно затратить столько-то труда, человека, часов. И на эту ставку мы берем или на часы берем дворника или уборщика. Повышаясь минималка, автоматически этому человеку нужно платить больше. Сейчас вот примерно прогнозируем, я думаю, за следующий год мы должны будем повысить на 16%. Или пойти против закона и сказать человеку, что тот же объем работы, что ты выполнял в прошлом году без всяких элементов механизации и автоматизации, за тебя мы будем расценивать не 6 часов, скажем, а 5 или 2 часа. Это противозаконно, это вообще, в принципе, грозит в этом случае локаутом каким-то. Поэтому ситуация сложная и наверняка будет подниматься. Так, да, 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, продолжаем. Да, нам все время дозванивается человек, поставив на автоответчик, тем не менее, приходят к нам и на 2-3-0-6-1-9-1 вопросы. Вопрос такой, а где наш фонд, собранный домами до 1991 года? Эти деньги пошли на создание домоуправлений. Получается, что мы создавали частный бизнес кому-то и ничего с этого не получили. Ну, это, видимо, речь идет о советских амортизационных накоплениях, так я понимаю. То есть, да, в советское время был такой порядок, что, поскольку ценности на строительство были достаточно стабильными, то предусматривалось, что в течение первых 45-50 лет должно быть на доме накоплена определенная сумма денег, чтобы восстановить это жилье. Такое было, это первое. Более того, на эти деньги делались капитальные ремонты. Я помню, в своем кооперативе, мы когда купили, через 20 лет нам пришли и поменяли газовые плиты. Они сложили свои сроки, всем поменяли газовые плиты, там делались еще определенные виды ремонта. Но, я могу сразу сказать, деньги должны были остаться у собственника жилья. Тогда, давайте говорить честно, в кооперативах эти деньги так и остались. Накопленные амортизационные начисления, они так и остались. Но, в моем кооперативе просто это была трансформация денег в 2 миллиона рублей на момент, когда заканчивалась советская власть. Они плавненько поделить на сколько там получилось. Рэпшики. Потом латы. Потом латы. Ну, рэпшики один к одному, а когда на латы перешло там в 100 раз что ли, я не помню. 200. 1 к 200. 1 к 200. Значит, от 2 миллионов там осталось. 10 тысяч. Ну, больше чуть-чуть, наверное. Может 100. Я не знаю. Но, суть вопроса в том, что потом это в смутные годы с 92, скажем, 2 по 96 год это все ушло на погашение долгов. Тогда вообще были тотальные неплатежи, тогда была полная неразбериха с этим. Если мы говорим о том жилом фонде, который был в собственности на тот момент, а он был основной жилой фонд, но в собственности самоуправления государства, то эти деньги получил собственники. Он их использовал туда, куда он посчитал нужным. Это его право, потому что это был его жилой фонд, он накапливал моноптизацию на модернизацию своего жилого фонда, он мог направить туда, а мог направить в другое место. Так что здесь нельзя так говорить, где мои деньги. У нас, вот, к сожалению, я не знаю, почему дозваниваются к нам вот с автодозвоном, поэтому получается такая ситуация. Вот еще пришло сообщение, система в Латвии создана таким образом, чтобы всегда оставались проблемы для владельцев квартир. При самостоятельном управлении дома накопление долгов из-за того, что жильцы не хотят платить. При управлении компанией, компания ежемесячно собирает и присваивает за каждый метр жилплощади по пол евро и деньги, которые собираются на капремонт без актов, проведенных работ и без смет. Срочные ремонты делаются за отдельную плату, а управляющая компания не пускает в подвалы на крышу, чтобы скрыть разрушение конструкции, чтобы не тратить накопление на ремонт. Вот такая вот... Ну, короче говоря, все воры. Короче говоря, этот тезис это все воры. Значит, компания получает деньги на оплату, во-первых, еще раз напомню, если вы говорите о тех 50 центов, это средняя цена обслуживания по городу Риги, давайте скажем откровенно, половина из этих денег это оплата персонала, который отвечает за уборку, где-то 50% этих денег уходит на уборку, где-то порядка, вот мы берем так 25 центов на уборку, 14 центов на техническое организация технического обслуживания и поддержания дома, но в текущем состоянии, значит, у нас уже 39 центов и 11 центов это управление финансово обслуживанием и юридическое, вот такой расклад, очень грубый, но он такой расклад, если такой расклад не нравится, берите власть в свои руки, получайте эти 50 центов и организуйте свои процессы сами, относительно того, что там утаивает и так далее, ну, ребят, ну, извините, тогда нужно говорить о том, что у кого-то, значит, есть либо очень большое желание ни с чем не знакомиться, либо он имеет сертификат от Господа Бога, что он святее всех Господа Бога, есть там все, можно говорить так, что по отдельным случаям есть все, но в основе своей это неправильное обвинение. Да, пожалуйста, доброе утро. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, о работе дворника, коротенько расскажите, вот правила кабинета какие-то министры действуют, что он должен делать, и вот, например, как он у вас работает, должен ли он работать в субботу-воскресенье? Спасибо. Я могу сказать, как у нас организована работа дворника. Во-первых, у дворника нет фиксированного рабочего дня, у него есть общее количество часов, которые он должен работать в месяц. По законодательству, ну, если это полный объект, который требует полной загрузки, значит, это 160 часов. Дальше требование к дворнику такому, что он должен обеспечивать выполнение... Правила кабинета министров существуют, но они достаточно пустые, потому что там основная отсылка идет к обязательным правилам содержания жилых зданий и перегающих территорию местного самоуправления. В РИГе это достаточно подробные и очень жесткие правила. Значит, дворник должен распределять свое рабочее время так, чтобы обеспечить выполнение этих правил. Соответственно, присматривать за территорией в выходные дни он тоже должен. Я не скажу, что он там должен активно бегать и махать метлой или там лопаты, но если снег идет, он должен. Если листопад, то это тоже такие режимы чрезвычайные, но в принципе дворник распределяет свое рабочее время по месяцу так, чтобы было обеспечено поддержание порядка и чистоты на объекте. В соответствии, территория наружной с правил Мирической думы, если мы говорим о помещениях общего пользования, то в соответствии с тем регламентом, который действует в данном домоуправлении и прописан в договоре с жильцами. То есть, чистота влажных уборок, чистота сухих уборок, чистота, скажем, дезинфекции в настоящее время и так далее. Это все прописано. Сколько раз мыть окна и так далее. Это все прописано. Но привязанного рабочего дня нет. Есть общий объем. Вот пишет нам слушатель уборка уборка дворника дома 100-140 евро за пару часов в день. Ну, то есть, я так и не понимаю. Это очевидно. Но, может быть, возмущается, что насколько адекватно это... Ну, во-первых, я могу сказать сразу, что трудно оценить, что такое пару часов в день. Это во-первых. Во-вторых, есть объективные показатели. Есть площадь лестничных клеток, есть количество мусоропроводов, есть площадь прилегающей территории, есть площадь асфальтового покрытия, и там есть еще масса параметров остекления дома и так далее. Исходя из этих параметров, есть нормативы. Они еще с советского времени, но они, поскольку ничего не поменялось, кроме метлы, лопаты и куска тряпки с ведром, ничего не появилось в нашей технике. Эти нормативы прекрасно действуют и сегодня. По ним рассчитывается загрузка, сколько человек должен тратить. И они, если качественная уборка производится, так и тратится. Никаких там переплат особых нет. Наверное, тоже только это человеческий фактор и насколько качественно каждый дворник делает свою работу. в том вопрос, он пробежался, просто убрал пару там бумажек или реально убирает, наверное, в этом вопрос. Ну и еще скажу так, что здесь, понимаете, есть еще такой порог, есть всегда организаторский порог. Мы хотим себе дворника, уборщика на дом, но наш объем дома не ну 100 евро. Ну скажем, есть такие ситуации? Есть. Но за 100 евро никто не пойдет к вам. Вот просто банально, тупо не пойдет, потому что человеку дольше выходить на эту работу, дольше с нее уходить и ты не можешь найти работника. Ну тогда начинается уже вопрос, а как? Иногда дома соглашаются, что давайте повышать с тем, чтобы привлечь человека. То есть невозможно сегодня найти вообще с кадрами очень большая проблема, а с дворниками тем более. Да, я могу рассказать тоже с историей, с точки зрения РМП и именно из-за того, что вот нельзя было найти дворник вот на 100, на 50, если маленький домик там и маленький, ну 150 евро, тогда они объединялись, да, чтобы была какая-то зарплата, но такая вторая сторона, теневая сторона всей этой ситуации, просто физически не успела. Да, вот он, как бы 140 евро, все, что может успеть, просто быстро пробежаться и собрать. Потому что объем домов большой и объем дворника, которых был, по-моему, 1300, если я правильно помню, которых нужно набрать. Пришел вопрос, вот связанный с кадастром, кадастр увеличится в 2022 году, насколько и что это, значит, повлечет за собой? Ну, не факт, что увеличится на землю, я посмотрел в городе Виге, по крайней мере, по порциям, он не увеличивается, наоборот, с 2021 года он падает, кадастровая стоимость земли, квартиры повышаются, но вы можете зайти в кадастр, это публично доступные данные, там нажимаешь одним кликом, там даже есть инструкция, и вы можете посмотреть, везде, по каждому объекту, по адресу найти свой дом, и там сразу нажимаешь строчку, сейчас не помню, но на кадастре есть инструкция, и ты видишь сразу, какая кадастровая стоимость будет в 2020 году, и какая будет в 2021, в 2022, там все это опубликовано, хотя это все не принято еще. Это раз, второе, как говорят, в городе говорят, что политики не осмелятся это сделать до 2024 года. До новых выборов. Да. Потому что, ну, они сами поняли, что ложнулись, это плохое слово, да? Ну, нормально. Нормально, это не литературно. Добрый день, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, еще раз, я хочу уточнить вот о наших дворниках. Скажите, пожалуйста, приблизительно, сколько, вот, часов, вы сказали, он должен тратить примерно 160, то есть 8 часов в день, да, приблизительно? Я вам сказал немножко по-другому, что есть объективные параметры выбираемого объекта и рассчитывается на загрузку дворника. Это площадь прилегающего участка, это количество асфальтового покрытия, это площадь ваших лестничных клеток и так далее. То есть, эти все параметры есть, если вы очень любознательный человек, забейте в российском интернете, в гугле, нормы уборки. И там выскочатся всякие нормативы, вы можете просто для любопытства свой дом посчитать, потому что есть укропненные нормативы, это зеленая зона, это асфальтовая зона, это наличие мусоропроводов, это площади, это остекление. Там 5-6 параметров и сразу выскакивает, сколько вообще часов должен был тратить советское время уборщик на уборку этой территории. У меня вопрос, с какой целью интересуетесь, что конкретно вы хотите добиться? Вы сам дворник, вы хотите как-то просчитать, правильно ли вам платят? Я хочу вот что узнать. Я как-то был на семинарах тут у нас в городе об этом деле, и кто-то сказал из тех, кто знает, что значит номинальная нагрузка так в общем получается для дворника, чтобы он работал как следует и получал минимальную свою зарплату и 8 часов примерно в день тратил, это обслуживать один одну хрущевку в день, одну хрущевку, вот как по вашему опыту, это может быть две хрущевки все-таки это ошибка? Я опять повторяю, здесь понимаете, нельзя мыслить хрущевками или чем-то, есть площадь. Допустим, то, что я помню сейчас из этого норматива, в год, если дворник обслуживает чисто зеленую зону, то его норма 20 тысяч квадратных метров, то есть 20 гектаров. 2 гектара. Да, вот он, тогда он... У нас вокруг хрущевок там небольшая площадь, а одного площадь можно просто взять ваши документы и посчитать. А так обсуждать, ну, мы можем сказать, одна хрущевка, две хрущевки. Если вам очень интересно, досконально, например, мировоззрение бизнеса, за сколько это можно убрать, ну, позвоните мне, наберите мне, напишите мне свой телефон, я уже озвучал. по вашему мнению, это неправильно, это слишком мало, если взять в среднем вокруг дома немножко площади этой, чуть-чуть, и вот хрущевка одна, и одна хрущевка 8 часов, он должен, значит, там копаться, чтобы качественно, соответственно, нормативами убрать. Это слишком, да? 140 евро было озвучено, да? Я не знаю. Сколько вы озвучили цены, зарплату? Нет, ну я цену не озвучил, я вас спросил. Я хорошо, я вам, наверное, отвечу по-другому, но только что вот рассчитывал, сколько это было, трехподъездный дом, трехподъездный дом, пятиэтаж, да, и там, если программа уборка такая, что каждый день нужно сухой уборка лестнических летах и один раз мыть, плюс все-все-все по дворнику, в том числе по коз, травы и уборка снега, зимой это минимальная зарплата, это 500 евро, ну вот по всем нормативам, по рынку, по всему. Это один дом, один дом, а потому что 70 квартир примерно, да? Да, 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 примерно где-то так. Ну такого вот у нас, а у нас получается, я почему так, мне все это волнует, а сейчас у нас дворник, который убирает нашу хрущевку 70 квартир, он еще убирает в двух, еще две хрущевки, по-моему, и вот он, наверное, получает минимальную зарплату, а у нас он приходит утром рано, в 5-6 утра, ну, видимо, эта женщина где-то работает еще, махнет, то это все сделает чуть-чуть, и больше ее никто не видел. Знаете, вот в чем проблема, и моют не каждую неделю один раз влажную уборку, а моют два раза в неделю, и что иногда пропускают, поэтому мне этот вопрос бесконечно волнует, что происходит, стоит ли что-то тут добиваться, или так оно должно и быть. Ну, за эти деньги, и скорее всего, ей платится минималка, и даны вот три объекта, чтобы как бы покрыть эту минималку, она просто человек физически, если у нее три хрущевки, да, и она дворник, и дворник еще должен ее убирать, внутри она просто, ну, чисто человеческая, она не может успеть за эту зарплату, и за это время. А почему ей на минималку дают три дома по 70 квартир? Потому что стоимость дворника, я могу сказать так, а вы посчитайте, у вас если трехподъездная хрущевка, как вы говорите, то это 2000 квадратных метров, теперь вы возьмите... Четыре подъезда, 70 квартир. Ну, значит, это около 3000 квадратных метров, теперь возьмите 500, поделите на 3000, и возьмите 140, поделите на 3000, и вы поймете почему. Потому что это будет стоимость уборки, потому что у вас сразу резко возрастет стоимость обслуживания. Ну, это вопрос того, с чего вы сами хотите. То есть, это нормально, и ничего больше хотеть не нужно. За эти деньги, которые ей отводятся, с вашей суммы обслуживания, ну, навряд ли. Если вы каким-то образом хотите поменять вот эту структуру, да, сколько денег за какую услугу, плотится, да, и как убирается, и сколько часто, это опять же таки, вам нужно перенимать дом, и тогда говорит СРМП, мы хотим, чтобы у нас влажная уборка была раз в неделю, сухая уборка каждый день, и вот тогда посчитайте, сколько это будет стоить. Да, они вам скажут, это будет 400 евро, 500 евро, и тогда ваше решение, вы принимаете это или нет. К сожалению, просто у нас время закончилось, я думаю, что мы можем продолжить, может быть, тему дворников уже в следующий раз, я обращаюсь к нашим слушателям, вот вы можете заранее задавать вопросы, оставлять их на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Сергей Сидорко, Эвер Гонтарев, сегодня были в нашей студии, спасибо вам большое, до следующей встречи. До свидания.